Нынешняя сессия одна из немногих проходящих в течение двух дней. И если первые вопросы повестки, такие как о назначении на должности мировых судей при Байкале и награждении почетными грамотами Законодательного собрания, были всем понятны, то проект о внесении изменений в отдельные законы Иркутской области вызвал полемику. В частности, это коснулось нововведений, касающихся рифидендумов и выборов. Местное законодательство должны привести в соответствии с федеральным, согласно которому голосование можно проводить в течение трех дней. С этой позиции не согласилась часть народных избранников. Потому что не доверяют тому избирательному процессу, который у нас существует. Если мы примем этот закон, да, будет не доверять 80-85% этому избирательному процессу, но цифры будут гораздо лучше. Поэтому я предлагаю не голосовать за этот закон, а приводить в соответствие надо не наше областное законодательство с федеральным, а федеральное законодательство надо приводить с интересами российского народа. Спасибо. Впрочем, большая часть собравшихся поддержала главу областного избиркома Илью Дмитриева, который заявил, ранее закон широко обсуждали, а потому депутаты обязаны утвердить его. Так в итоге случилось. Кроме того, была поддержана инициатива молодежного парламента о возведении многофункционального центра и создании системы развития таких объектов в муниципалитетах. Также в первом чтении принят закон о постинтернатном сопровождении. Авторы документа считают, это важно, так как дети-сироты часто становятся жертвами бюрократических проволочек или мошенников. Более того, они не имеют опыта семейной жизни и, покидая стены интерната, встречают на пути много сложностей. В частности, им надо решить, где жить, где работать, или все же стоит сначала поступить в ВУЗ. Сопровождение как раз поможет разобраться во всех тонкостях жизни. Альберт Эдомнин, Алексей Резник, Новости 360, Ангарск.